Давайте, я думаю, мои коллеги, те, кто в силах технически подключиться, понятно, что все работают, но я надеюсь, что все-таки подключатся. Те, кто собирался это сделать, я думаю, собрались и сделали. И с удовольствием сегодня встречаемся с уважаемым Алексеем Александровичем Трякиным по интереснейшей проблеме поздней линии терапии метастатического колоректального рака. Да, мы с ним коротко уже обсудили, что это действительно большая проблема. Очень легко стартовать, очень легко стартовать. Знаем мы сразу, если речь идет о том, что центральный венозный порт установлен, вот нам карты в руки, Фолфокс. В случае, если нет активирующих мутаций Кейрас и Нрас, и левая половина, мы знаем, тут все легко, это Цетуксимаб, Панитомумаб, иная ситуация, это Беватсузимаб, правая половина, свои подходы. Но тем не менее, первая и вторая линия редко вызывают сколь-нибудь серьезные проблемы при назначении лечения таким больным, тогда как все остальное, потом даже включая известный уже всем Ригоров и НИП, это часто бывает некой терроинкогнитой, и я очень надеюсь, что сегодня мы продуктивно поработаем, с удовольствием выслушаем нашего уважаемого лектора, и попытаемся увидеть, что же вообще тут можно сделать, опускать руки или не опускать, и что у нас есть в запасе для лечения таких пациентов. С удовольствием предоставляю слово Алексею Александровичу. Доброе утро, глубоко уважаемые коллеги, кто присоединился. Ну вот, уже было сказано, что на самом деле больные раком ободочной прямой кишки, медстатическими раками, в отличие от ряда других опухолей желудочно-кишечного тракта, могут длительное время находиться, в общем-то, слава Богу, что в хорошем состоянии, и, в общем-то, их можно на самом деле лечить, в отличие от больных раком желудка, который там редкий больной долетает до четвертой линии. А здесь есть у нас и у вас, и у меня есть пациенты, которые получают и по восстановлению терапии, при этом, ну и статус ЕКОП 0.1. И вот они приходят к вам с мольбой в глазах при очередном прогрессировании. Что ж, я пытался систематизировать некие опции, которые могут быть предложены всем пациентам, и которые могут быть предложены только при наличии определенных молекулярных нарушений. Ну, опция номер один, которую я лично всегда стараюсь рассмотреть на первом этапе, это можно ли применить повторно ранее эффективную терапию. И мы об этом чуть-чуть поговорим дальше, применительно к эффективной сериографинибе или ТАС-102. Если, ну, если кратко сказать, что если у пациента был какой-то объективный ответ и хороший ответ, или же длительная стабилизация, хотя бы полгода на ранее проведенную терапию, то я всегда стараюсь вернуться к ней, допустим, в первой линии был фолфокс, допустим, во второй фолферии. Но если пациент прямо не прогрессировал на этой линии терапии, допустим, вы назначили несколько курсов с оксалеплатином, а потом на второперимединах через 3 месяца он запрогрессировал, к примеру, то я, допустим, всегда рассматриваю возможность возврата крайне эффективной терапии. Применение вот этих препаратов, которые мы раньше любили назначать рефракторным больным, там метамицины, ну, тамудекс до того, как он еще умер, гемцитабин в комбинации с торороцилом, нужно сказать, что совершенно недоказанная опция и метанализ ряда исследований показал, что по большому счету мы имеем те же самые отдаленные результаты, что в применении монотерапии второперимедины. С точки зрения доказательной медицины опция 3.4 от ориграфениб и трифлоридин-типерацил, это, собственно, два наиболее доказанных препарата эффективных у рефракторных пациентов. И, ну, и дальше расскажу еще несколько о нескольких других опциях. Если говорить о ориграфенибе, то, собственно, доказательная база большая к нам свалилась из двух исследований третьей фазы. Одно исследование было коракт, произведенное главным образом на американской и на европейской популяции больных. Второе исследование конкурс специально было проведено в странах Азии. Здесь пациенты, которым, в общем-то, нечего было особенно уже предложить с точки зрения лечения, потому что в исследовании коракт включались, например, больные, которые уже точно все получили. В конкурс допускалось включение больных менее предлеченных. Поэтому здесь 40% больных не получали никакой таргетной терапии, допустим. И пациенты рандомизировались на ориграфенибе 160 мг в сутки, 3 недели и с последующей неделью перерывы, или на плацебо. И в этих обоих исследованиях было продемонстрировано достоверное увеличение продолжительности жизни. Оно было более выражено в исследовании конкурс в азиатском. Возможно, это было связано с тем, что эти больные были менее предлечены с точки зрения таргетной терапии. И, ну, очевидно, что если бы ранее опухоль, допустим, не получала бевоцезумаб, то препарат риографениб, который все-таки антиангиогенный препарат во многом, допустим, эти пациенты явно отвечали получше. Но такого специального поданализа здесь не было проведено. Это такие мои предположения, с чем это связано, больше выигрыш от применения риографениба в азиатской популяции, чем в европейской популяции. Но, тем не менее, в общем-то, препарат был зарегистрирован, так как действительно он показывает, в общем-то, у этой категории больных, которым мы ничего не можем уже предложить, показывает достоверное увеличение продолжительности жизни. Естественно, когда препарат появился, только вот эту табличку я тогда еще сделал сам для себя, можно сказать, чтобы понять его место относительно других опций. На тот момент, если вы помните, цитоксимаб и панитумаб – препарат, который мы сейчас стараемся применять в первой линии терапии. А ведь они же к нам в онкологию-то вошли с черного входа, они вошли именно как в монотерапию у тоже предлеченных больных. И если мы посмотрим на такой параметр, как снижение риска смерти, хазотрэша для безрецидивной выживаемости или для общей выживаемости, ну а для безрецидивной выживаемости, например, мы видим, что в принципе цитоксимаб и панитумаб, эффективность препаратов этих у нас не вызывает сомнений относительно плацебо, она, в общем-то, примерно такая же, как и у риографиниба в обоих исследованиях. Таким образом, например, по большому счету мы можем сказать, что если больной у вас не получил анти-ДЖФР-антитела, там, к третьей, к четвертой линии лечения, по какой-то причине, и вот вы стоите между дилеммой назначения риографиниба и анти-ДЖФР-антител, то на самом деле анти-ДЖФР-антитела никакого преимущества перед риографинибом в данной ситуации не имеют. О последовательности их правильного применения я скажу дальше. Естественно, есть побочные эффекты у препарата, но, по счастью, они со временем уходят. Максимальная концентрация побочных эффектов достигается на первом курсе лечения, а в дальнейшем выраженность и частота нежелательных явлений уменьшается. В общем-то, это хорошая новость. Уменьшается, главным образом, за счет правильной редукции дозы препарата. Напомню, что в инструкции по применению указана, ну, скажем, неоптимальная или неверная дозировка. Просто исходное исследование привели к тому, что была зарегистрирована доза 160 мг ежедневного приема в течение трех недель, с недели перерыва. Однако, последующая жизнь наша показала, что эта доза на самом деле непереносима, неудачно выбранная доза. Третий курс в такой дозе могут начать лишь в районе 25% больных. И поэтому был проведен ряд исследований, ну, вот пример одного исследования американского, РИДОС, которое показало, что именно вот этот подход наиболее верный, это применение препарата на первой неделе с 80 мг, потом на второй неделе до 120 мг эскалация дозы, и на третьей неделе до 160 мг. Вот. И такой подход в виде постепенной эскалации дозы, в случае отсутствия, естественно, побочных эффектов, побочные эффекты появляются быстро на препарате, их сразу пациент увидит. Вот этот подход позволил не ухудшить отдаленные результаты, тут в данном исследовании была даже тенденция к улучшению отдаленных результатов, и самое главное, улучшить переносимость. То есть больше процентов больных начинал третий курс лечения, например, в данном исследовании, чем в случае начала стандартной дозы. Поэтому, в общем-то, на сегодняшний момент в клинических рекомендациях, вот пример метаанализа, который Михаил Юрьевич Федянин провел, проанализировал шесть небольших исследований сравнительных по стандартной дозе или же эскалации дозы, стартовой дозы ригорафениба. И он показал, что, в общем-то, никаких различий с точки зрения эффективности нет. Ну, а переносимость, естественно, лучше у пациентов, которые начинали лечение в меньшей дозе. И если смотреть на сегодняшние клинические рекомендации, то внесена опция как стандартная, так как она все-таки есть, соответствует инструкции по применению. Но вот эта вторая опция, на самом деле, всех призываю пользоваться именно ей, хоть она и не отражена в инструкции к препарату, это с постепенной эскалацией дозы. У некоторых больных я даже останавливаюсь на дозе 120 мг, если вижу, что пациент слабенький, там возрастной, и явно не будет переносить хорошо полную дозу. Я кому-то говорю, хорошо, 80 мг на первой неделе, а дальше пейте уже по 120 мг. И дальше, ко второму курсу уже окончательно посмотрим, эскалировать вам дальше дозу или не эскалировать. Значит, эта эскалация работает только на первом курсе. Если все хорошо проходит, ради бога, вы второй курс начинаете уже в полных дозах. Ну, по счастью, регорфенип, он улучшает качество жизни, несмотря на свои побочные эффекты, которые есть, как у любого препарата. Но за счет того, что он контролирует симптомы заболевания, за счет этого достигается в целом улучшение качества жизни больных при различных нозологиях. Вот я уже упоминал об эффективности, сравнительной эффективности цитоксимаба и регорфениба в несравнительном исследовании уже у тяжело предлеченных больных. Вот с точки зрения, интересное исследование, с точки зрения, в какой последовательности хорошо применять эти препараты. И здесь исследование, японцы провели такое исследование реверс, куда включались пациенты, которые уже получили раньше торпирамидина, оксалиплотинный ринтыкан, бивоцезумаб все пациенты получили. И дальше больных рандомизировали на две последовательности. Или же, естественно, дикий тип кейрас был у этих пациентов, или же на регорфенип, и дальше стоксимаб с ринтыканом, либо обратная последовательность. Стоксимаб с ринтыканом, а потом регорфенип. Но, казалось бы, какая разница? Оказалось, что имеет значение. Если вы посмотрите, то увидите, что именно комбинация вначале регорфенип, а потом стоксимаб с ринтыканом обладала большей эффективностью, чем обратная последовательность. С чем это связано? Связано это, по-видимому, с тем, что не нужно назначать анти-GFR, антитела у больных, которые запрогрессировали в ближайшее время на бевоцизумабе. Это тема вообще отдельной лекции. Но, в общем, поверьте на слово, что анти-GFR, антитела не работают у пациентов, которые только что запрогрессировали на, в частности, на бевоцизумабе. Нужна какая-то вставка препарата с другим механизмом действия. Это может быть просто химиотерапия. Это может быть, в частности, например, регорфенип, который обеспечил за счет того, что у него другой механизм действия и резистентность на его фоне, на фоне его применения развивается за счет других механизмов, не как за счет применения химиотерапии или анти-GFR, антител. То здесь мы получаем к началу терапии, последующей терапии с токсимабом с орентеканом, уже другую опухоль. Не ту, которую мы начинали лечить регорфенипом, а она другая. Тут уже другие механизмы резистентности раскручены. И здесь как раз с токсимабом с орентеканом может быть более эффективен. Поэтому, если у вас стоит вопрос, в какой последовательности назначить, то призываю вначале применять регорфенип, а потом уже применять анти-GFR, антитела. Ну вот, подтверждение моих слов о том, что эта концепция действительно имеет право на жизнь, о том, что анти-GFR, антитела плохо работают после биоцизума. Вот исследование Комикс, пожалуйста. Пациенты в первой линии получали фулфериз, с биоцизумабом, а потом рандомизировались или на стоксимаб с орентеканом, а потом на фулфокс. Или сначала фулфокс, а потом стоксимаб с орентеканом. И мы видим ту же самую историю, как с регорфенипом. Вот ничего по графикам не поменялось, только вместо фулфокса, то есть вместо регорфенипа фулфокс появился. Мы видим, что сразу назначение анти-GFR, антител после биоцизумаба менее эффективно, чем с начала назначения фулфокса. То есть нужна какая-то вставка. Не назначайте сразу анти-GFR, антитела у пациентов после антиангиогенной терапии. Этому есть, в общем, и предклинические данные, и на всяких экспериментальных моделях это было показано, что резистентность активации ангиогенеза на фоне антиангиогенной терапии приводит к резистентности к анти-GFR, антителам. Другой препарат, который теоретически существует, но на практике, к сожалению, он до сих пор еще не зарегистрирован в нашей стране. В общем, мы его ожидаем уже, наверное, третий год, и будем надеяться, что наконец в 2021 году он у нас появится. Это тоже пероральный препарат, трифлоридинтипироцил. Это противоопухолевый антиметаболит, который, его неправильно считать, это не аналог фторуроцила. У него все-таки другой механизм действия. Он на основе тимидина и состоит от комбинированного препарата. Сам по себе химиотропевтический препарат. И второе вещество – это типироцил, это ингибитор фермента, который разрушает вот этот трифлоридин. И поэтому за счет вот этого комбинированного применения достигается стабильная концентрация препарата. И в свое время тоже было проведено большое исследование рекордс, где пациенты тоже предлеченные, которым уже нечего, по сути дела, было особенно предложить. Эти пациенты получали или плацебо, либо трифлоридинтипироцил. Препарат он таблетированный, назначается там две недели подряд, с перерывом, можно сказать, на выходные дни. И главный побочный эффект у препарата – это нейтропения и тромбоцитопения. Она частая, но редко приводит к какой-то кровотечениям или же к фибридным нейтропениям. Поэтому с точки зрения профиля токсичности – это, конечно, два совершенно разных препарата. Трифлоридин, типироцил и риграфиниб. У риграфиниб и свой профиль побочных эффектов. Здесь больше – это в основном гематологическая токсичность. Что выбрать? Что лучше – риграфиниб или трифлоридинтипироцил? На самом деле, в общем-то, мы имеем схожую эффективность обоих препаратов. Мы не имеем прямых сравнений. Это все ретроспективные анализы с различных стран, где часть пациентов получали один препарат, часть другой, некоторые в разных последовательностях. И мы видим, что совершенно спокойно, вот, например, итальянский опыт, что больные после трифлоридинтипироцилы могут получать риграфиниб и больные после риграфиниб могут получать второй препарат. Это здорово, что эти препараты не крадут друг у друга линии, не бодаются за одну и ту же линию, а по большому счету совершенно спокойно могут применяться последовательно. И мы видим, что эффективность обоих препаратов, в принципе, достаточно схожа. Или вот другой ретроспективный анализ о геотрайл, это из Франции опыт, где часть пациентов получала трифлоридинтипироцил, часть получала риграфиниб. И если мы посмотрим вот сюда, в центр слайда, именно у пациентов, которые получили оба препарата, то опять же мы видим, что последовательность большого значения не имеет. Или риграфиниб потом, ТАС-102, или обратная последовательность, и продолжительность жизни, в принципе-то, достаточно схожа при обеих последовательницах препарата. С точки зрения редукции доз препарата, у риграфиниба, так как 160 мг, как я говорил, доза исходно была неадекватная, и ее вообще не нужно применять, то чаще приходилось уходить, в общем, на более адекватные дозы, на 120 или на 80 мг, при этом 102, редукция дозы требовалась в меньшей степени. Другое исследование, которое из Японии тоже в свое время сравнивало, тоже показало схожую эффективность трифлоридин, типероцилы и риграфиниба, но интересно было проанализировано, что, допустим, это ретроспективно, это опять же не рандомизированное исследование, что у пациентов до 65 лет, мы видим, японцы увидели, точнее, преимущество риграфиниба, у пациентов старше 65 лет было показано некое преимущество у препарата ТАС-102. Случайно это находки, или на самом деле так, больше мне других публикаций не попадалось, эффективности препарата с точки зрения возраста, потому что отдельные анализы, допустим, для риграфиниба были, и они показывали, что старики точно так же выигрывают от препарата, как и более молодые пациенты. Ну вот, что применить, риграфиниб или трифлоридин-тепероцил, или же повторное применение химиотерапии ранее эффективной схемы, на самом деле большой доказательной базы не существует. Если посмотреть на ретроспективные анализы, то мы видим, что ряд исследований, например, тут итальянские данные, справа это у нас данные турецкие, мы видим, что повторное применение химиотерапии как будто бы оказывалось более эффективно, чем применение риграфинибы или трифлоридин-тепероцила, однако, ты понимаешь, это ретроспективный анализ. Почему одному пациенту повторно назначили режим кселокс в третьей линии, а другому не назначили, а далее риграфиниб. Ну, связано это, наверное, с тем, прежде всего, что у пациента, у первого пациента был, наверное, очень хороший ответ на кселокс, и поэтому его повторно назначили. А пациента, у которого не было хорошего ответа, либо была выражена токсичность, либо еще какие-то проблемы, ему назначили риграфиниб. Вот с чем связан выбор врача, да, и вы бы, и мы бы, ну, там, все остальные врачи поступили бы, скорее всего, так же. Поэтому, конечно, вот эти различия, которые здесь показывают, они вовсе не отражают то, что там риграфиниб или ТАС-102 значительно хуже, чем повторное применение химиотерапии. Они лишь говорят о том, что есть пациенты, которые все-таки скорее выиграют от повторного применения терапии, чем от назначения новой линии лечения. Вот в этом плане, допустим, турки провели такой анализ, что лучше речеллендж, то есть повторное применение химиотерапии или риграфиниб в зависимости от эффективности первой и второй линии лечения. И они показали, что если у пациентов и в первой и второй линии лечения на химиотерапии, ну, плюс-минус таргет какой-то, достигался объективный ответ или стабилизация, то медиана выживаемости без прогрессирования была значительно лучше, чем у применения риграфиниба. Однако, если мы посмотрим больных из группы С, это те пациенты, у которых не было достигнуто ни общей ни объективного ответа, ни стабилизации на химиотерапии, то у этих пациентов применение риграфиниба в общем сопровождалось такой же эффективностью, как и во всех других группах. Поэтому, в общем, если у пациента был хороший объективный ответ или длительной стабилизации на ранее проведенное лечение, если там не было какой-то значимой токсичности, то, в общем-то, я стараюсь рассмотреть всегда вопрос о повторном применении ранее эффективной схемы терапии. Поэтому, заканчивая разговор, что мы можем предложить всем пациентам, то, по сути дела, про повторное применение мы сказали, вот эти препараты, всякие гемостабины, метамицины, это недоказанные опции и, честно сказать, не рекомендую их применять. Да, риграфиниб и трифлоризин-типероцил, когда у нас появится, это, в общем, наиболее доказанная активность в третьих фазах. Разный профиль токсичности, это здорово, и оба препарата могут последовательно применяться, не имеет большого значения в какой последовательности. В общем-то, это тоже хорошо, потому что каждая из них это своя линия лечения. И также призываю не забывать возможности применения локальных методов лечения, в частности, например, стереотоксической лучевой терапии. Это не обязательно кибернож, это может быть лучевая терапия проведена на любом современном ускорителе в ряде ситуаций. Ну, например, у вас может быть больной с метастазами в легкие, в печень, вы его проводите, ну, там, лечение в какой-то линии, и вы достигаете стабилизации везде, но у вас начинает расти какой-то один очаг. То совершенно вам ничего не мешает облучить этот очаг и продолжить проводить ту же самую терапию, если вы достигаете контроля заболевания по всем остальным очагам. Потому что опухоль гетерогенная, и, в общем-то, мы знаем, что и видим в своей клинической практике, что у нас бывает одни метастазы уменьшаются, другие метастазы растут, и поэтому при таком олигометастатическом прогрессировании вполне возможно за это стереотоксическое терапие. Понятно, что вы такого больного обсыпанного оперировать-то точно не будете, но проведение вот этой стереотоксической терапии, она эффективна, она позволяет достичь локального контроля при относительно небольших метастазах в районе там 60-80%. Теперь, что может быть предложено для лечения, ну, назовем, отдельных категорий опухолей, достаточно редких категорий, но, с другой стороны, если мы посмотрим на реальные проценты, то получается, что и не так уж это и редко, 4-4%, еще 5% прибавить, это у нас с вами выходит уже 12, собственно, там 13% от всего колоректального рака. Добирав мутации, это HER2-гиперэкспрессия, и опухоли с микростелитной нестабильностью. Первое, о чем хотел бы сказать, это мутированный БИРАФ. Это крайне неблагоприятный прогноз, как мы знаем, и при мутации БИРАФа, в принципе, анти-GFR, антитилаты неэффективны. Однако, они здесь могут быть полезны для совместного назначения. Самое первое исследование, которое показало эффективность виморфениба в комбинации с цитуксимабом и иринотыканом, это было исследование SWOG-1406, где вот эта тройная комбинация позволила достоверно, значимо увеличить выживаемость без прогрессирования по сравнению с одной терапией с цитуксимабом и с иринотыканом. Пожалуйста, было другое исследование, где другой, новый БИРАФ-ингибитор, антитилаты, комбинация с цитуксимабом позволила увеличить частоту объективного ответа до 20% и достоверно увеличить медиану продолжительности жизни, если мы посмотрим, 9,3 месяца в сравнении с 5,9 месяцев на одной химиотерапии с цитуксимабом. Там фулфилисты с цитуксимабом применялись в качестве контрольной группы. Почему обязательно давать анти-ДЖФР антитела? Потому что колоректальный рак, он отличается от меланомы, и здесь при БИРАФ-блокаде возникает активация ЭДЖФР-пути. И поэтому крайне важно заблокировать этот рецептор сверху. Это может быть цитуксимаб, это может быть панитумаб, не суть важна. Вот, пожалуйста, другое исследование с панитумумабом, где изучалось или даброфенип с панитумумабом, или даброфенип траметинип с панитумумабом, или мекингибитор траметинип с панитумумабом. Мекингибитор один, мы видим, работал плохо, а вот хуже всего. А, в принципе, наилучшие результаты с точки зрения частоты объективного ответа и с точки зрения показателей выживаемости, безрецидивной выживаемости, были достигнуты именно в группе тройной блокады. Поэтому желательно применение БИРАФ-ингибитора, мекингибитора, если мы говорим о ныне доступных БИРАФ-ингибиторах, в комбинации с цитуксимабом или панитумумабом. Эта опция, да, понятно, она, конечно, дорогостоящая, но, в принципе, она есть в КСГ на сегодняшний момент уже там, по-моему, год-два, как есть. И, в принципе-то, мы можем БИРАФ-мутации, данные уже, в принципе, рекомендуют. Вторая опция, о которой как-то называют, это блокады, ХЕР-2 блокады, приколы ректарного рака. Можно сказать, что где-то в районе 5% больных с диким типом расы и БИРАФа имеют гиперэкспрессию ХЕР-2 нео. Еще на клеточных линиях было показано, что если мы хотим достичь хорошей блокады роста опухоли, то нам нужна двойная блокада. Монотерапия тростозумабом не работает, и монотерапия лопотенибом тоже плохо работает, а наилучший результат возникает при двойной блокаде. Это может, в частности, в этом исследовании была двойная блокада тростозумаба и лопотениба. На сегодняшний момент у нас есть два варианта лечения. Это мы можем применять комбинацию лопотениба с тростозумабом. Пожалуйста, исследование ГЕРАКЛ, где мы видим у больных с тремя плюсами определенных иммуногистохимически было значимое увеличение 7,3 месяцев. Это была медиана продолжительности жизни времени до прогрессирования у этих тяжело предлеченных больных. Либо, если хотите полечить побогаче, пожалуйста, можно использовать комбинацию пертузумаба с тростозумабом. Здесь мы можем достичь 38% объективного ответа и у больных с диким типом раса тоже получаются длительные показатели выживаемости. Что я призываю? Я призываю не использовать данную комбинацию при ХЕР-2 гиперэкспрессии, но с мутированным расом. Она иногда встречается, но эти больные, как мы видим, не отвечают. Поэтому, если у вас есть пациент с он, назовем его тройной негативной, применительно, как при похожей к раку молочной железы, то есть некий тип КЕРАС, НРАС, БИРАФ, МСС, фенотип, то есть четырежды негативный у нас будет рак толстой кишки, то призываю определить уже где-нибудь во второй линии лечения этого пациента определить гиперэкспрессию ХЕР2-НЕО. И если это будет выявлено, то у вас появляется совершенно замечательная, допустим, третья-четвертая линия лечения в виде без химиотерапевтической комбинации. Хотите лопатинип страсузумабом дайте, хотите пертузумаб страсузумабом применяйте. У меня были больные, вот пара больных, которых я лечил лопатинип страсузумабом, которые спокойно держались на этой комбинации где-то еще полгода, в общем-то, замечательное достижение, я считаю, к тому же малотоксичное. Из новенького, чтобы внушить дополнительный оптимизм, это хочется рассказать еще об одном препарате, который будем надеяться на следующий год у нас появится, трасузумаб дирокстикан. Это препарат коньюгат трасузумаба с гавитиканом. Это препарат, то есть с ингибитором топоизомиразы, вот этот дирокстикан. Этот препарат, он показал свою высокую эффективность у больных с ХЕР-2 позитивным раком молочной железы, которые уже прогрессировали на Катсиле. И этот препарат был зарегистрирован, уже зарегистрирован в ДИА, и, в общем, будем надеяться, скоро в нашей стране появится. А вот в этом году на АСКО доложили сразу пару исследований о возможности применения этого препарата при других ХЕР-2 позитивных опухолях. Вот, в частности, здесь я показываю результаты его применения у больных с ХЕР-2 позитивным колоректальным раком. Нужно сказать, что это три и более ранее уже проведенные терапии. Каждый третий больной уже раньше получал антихЕР-2 терапию. Тем не менее, посмотрите на высоченную эффективность. Частота объективных ответов 45%, это в первой линии при колоректальном раке еще надо достичь такой эффективности. И посмотрите на совершенно фантастические показатели безрецидивной выживаемости. Семь месяцев достигнуто, это еще раз повторюсь, это три и более уже ранее проведенных линии химиотерапии. Поэтому, в общем-то, прямо с нетерпением будем дожидаться этого препарата. Тоже высоченная эффективность, кстати, при ХЕР-2 позитивном раке желудка. Поэтому, будем надеяться, что этот препарат А у нас появится, А-Б, это то, что вы будете тестировать этих пациентов с диким типом КИРАС, АНРАС, БИРАФ, для того, чтобы иметь возможность все-таки какую-то антихерлотерапию в третьей, там, четвертой линии терапии применить. Ну, и призываю в обязательном порядке прямо сразу на входе тестировать, определять уровень микроэкстрелитной нестабильности всем пациентам с метастатическим колоректальным раком. Это должно стать уже обязательной программой, как мы до недавнего времени считали обязательно только КИРАС, потом НРАС, теперь БИРАФ, надеюсь, уже всем определяете. И теперь еще нужно поопределять микросателитную нестабильность. Здорово, что ее можно определять не обязательно молекулярными тестами, ее можно определять иммуногисхимически. Я уверен, что в каждом вашем диспансере есть иммуногисхимическая лаборатория, которая совершенно спокойно может это покрасить. И, как правило, в программы госгарантии входят бесплатные иммуногисхимические исследования, и это значительно проще оплатить, чем молекулярную диагностику. Пожалуйста, не обязательно делать ПЦР, это можно определить микросателитную нестабильность иммуногисхимическим методом. Главное, немножко заставить ваших патморфологов это делать, ну, а чтобы администрация, заботящаяся и о врачах, и о пациентах, закупила эти моноклональные антитела. Для чего это важно делать? Это важно делать для двух составляющих. Первое, это для данных пациентов мы можем предложить совершенно фантастическую вариант лечения, как иммунотерапию. Вот примеры применения иммунотерапии во второй и в последующих линиях лечения. Например, один невлумаб. Ну, пембролизумабы точно такие же отдаленные результаты. То есть, кривая безрецидивной выживаемости выходит в прямую где-то на уровне 50% больных могут жить годами. Я боюсь сказать об излечении, пока еще рано говорить, но в принципе они могут жить годами. 50% больных. Применение двойной блокады, по-видимому, несколько более эффективно. Мы видим, что кривая, это не рандомизированное исследование, что кривая приподнимается выше и выходит в прямую где-то на уровне 70%. В общем-то, это замечательные результаты для данной категории больных. Да, это всего лишь 4% от всех метастатических пациентов, но мы видим, насколько фантастически выигрывают эти больные от применения иммунотерапии. С другой стороны, призывая не использовать иммунотерапию при микросателитно-стабильном колоректальном раке, она неэффективна. Не нужно определять PDL, экспрессию PDL при колоректальном раке, как иногда любят делать. Это не рак желудка, это не рак пищевода, где экспрессия PDL как-то коррелирует с эффективностью иммунотерапии. Здесь иммунотерапия, по сути дела, работает только у пациентов с микросателитно-нестабильными опухолями. Все остальные маркеры в виде мутационной нагрузки опухоли, они на самом деле никакого значения не имеют. Может быть, будут перспективы от совместного применения иммунотерапии и тирозинкиназных ингибиторов. Вот пример комбинации риграфениб с неволумабом, японская комбинация прошлогодняя, которая при раке желудка уже резистентна, но при колоректальном раке показала достаточно хорошие результаты эффективности. Но нужно сказать, что вот мы нескольких больных попробовали, Михаил Юрьевич Федянин, у меня были пациенты, мы ни у кого, у больных с колоректальным раком, ни у кого не получили какого-то хорошего ответа. Сложно сказать, это может нам не повезло, а может, как обычно у японцев получаются какие-то свои фантастические результаты, которые потом, к сожалению, не подтверждаются во всем мире. Ну вот, все-таки результаты другого исследования, который только что был на АСМ доложен, это комбинация пембролизумаба с ленватинибом, тоже другой тирозинкиназный ингибитор, и здесь включались разные когорты больных, здесь и был и рак желудка, колоректальный рак, и рак и холангиокарциномы. И мы видим, что в принципе применение ленватиниб и пембролизумаба позволило достичь контроля болезни где-то у 50% больных. В общем, в любом случае, конечно, нужны какие-то рандомизированные исследования, чтобы четко показать выигрыш от применения данных режима. В общем, рутинную клиническую практику пока, конечно, рано их предлагать. Хотя вот эффективность при раке желчных протоков, конечно, более впечатляет. Вот если посмотрите на кривую безрецидивной выживаемости, то, в общем-то, для опухоли, где уже нет стандартов второй линии лечения, данный подход может быть крайне перспективным. Поэтому, в общем-то, заканчивая, на сегодняшний момент две основных доказанных опции риографинип, трифлоридин, типероцил. Да, можно повторное применение препаратов, ранее использованных схем. И это у ряда больных позволяет значительно продлить продолжительность жизни. Локальные методы лечения, напоминаю, и вы помните, что они существуют, и стереотаксис позволяет в ряде ситуаций нам достичь контроля болезни. Ну и обязательно тестируйте больных. Обязательно МСА, обязательно Бирах, Хирдванео, если дикий тип раса, потому что в этой категории больных у нас открываются дополнительные возможности. Спасибо. Не знаю, планируются у нас вопросы какие-то? Уважаемые коллеги, если есть вопросы, ну я думаю, вы писали бы их, наверное, в чате, ничего пока в чате не видим, да, мы никаких вопросов, никаких сообщений. Ну, зачастую вопросов не бывает, Алексей Александрович, не потому что неинтересно, а потому что как раз настолько информативно сообщение, что на все те вопросы, которые где-то жили в голове по поводу этих больных, может быть, уже ответы были даны. Вот если так по-хорошему, лично для меня именно так это и вышло, потому что, да, в общем-то, схематично все это мы знаем, но услышать это подробно, более детально, с хорошими примерами, поверьте мне, это очень эффективно для планирования лечения больных и для собственного понимания существующей проблемы. Таким образом, еще раз от всей аудитории, от своих коллег, благодарю вас за чудесное сообщение, действительно, полноценное информативное выступление. Как комментарий могу сказать, что, с одной стороны, конечно, в обычной клинической практике не всегда удается следовать идеальной дорогой, идеальной тропой. Зачастую эти тропы ветвятся, уходят куда-то в сторону по совершенно объективным причинам, но мы всегда стараемся вернуться на путь истинный. Ну и с другой стороны, на сегодня уже нет никаких проблем с тестированием. И если не делает, например, наша лаборатория, ну, например, диспансерия, она не очень велика, мы делаем ему на гистохиме, но базовые исследования, не очень большая лаборатория, хотя и автоматизированная, но невелика. Но зато у нас есть большое количество опций с предложением от различных более крупных учреждений, которые готовы нам оказать помощь для пациентов совершенно бесплатно по разным каналам, в рамках РУСКО, в рамках ОМС, и мы можем протестировать все пункты, что мы и делаем сейчас. При наличии биологического материала и имея дело с метастатическим колоректальным раком, естественно, святой КЕЙРАС, НРАС, ПИРАФ, МСИАЙ, все это делается, и я думаю, вот нужно все-таки нам в случае, если ДИКИКИП Хардванео определять, если ДИКИКИП КЕЙРАС, единственное, что это очень затруднительно, конечно, сначала определить одну часть, отправив биоматериал, а потом увидев, что ДИКИП отправляет на тестирование Хардванео, на будущее, что называется. Наверное, мы будем поступать проще, мы будем сразу единым блоком на все отправлять, потому что биоматериал потом уже потеряться, устареть или еще что-нибудь, а там уже будем смотреть по результатам, стоит ли применять антихер-2 препараты или нет. Ну, еще раз большое спасибо, Алексей Александрович, приятно. Спасибо. Хотя и через компьютер, но все равно очень рад видеть, рад слышать, и надеюсь на будущую встречу уже лицом живем. Ну, в общем, с наступающим Новым Годом. Еще у нас, правда, декабрь фактически не наступил, но так как можем не увидеться, то, в общем, будем надеяться, Новый Год пройдет более позитивно, с меньшими потрясениями, чем этот год. Очень надеюсь, я надеюсь, мы живы надеждой, и будем надеяться, что сработает, эта надежда сработает. Ну, что ж, до свидания, еще раз спасибо, всего самого. До свидания, спасибо. И чудных выходных, независимо от мерзкой московской погоды. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.